Воскримите, Господи, и вся земля! Пойте, пойте же, имени Едем, дадите славу, славу хворей веком. Пойте, пойте же, имени Едем, дадите славу, славу хворей веком. Пойте, пойте же, имени Едем, дадите славу, славу хворей веком. И вся земля, оно написано гречениновым, обработано для мужского хора чесноковым, знаменитыми нашими церковными композиторами. И хотя оно не звучит непосредственно на Пасху, а мы как раз в пасхальные дни сейчас находимся, но по своему характеру и духу оно очень подходит к этому празднику. Такое торжественное, яркое, звонкое песнопение, и при этом с выраженными русскими песенными корнями, знаменными, народными. Меняется ли церковная музыка в течение церковного года, в течение календарного церковного года? Ну, разумеется, я думаю, это многим нашим зрителям хорошо известно. Во-первых, есть основные книги богослужебные, такие как «Актоик», да? Это 8 гласов, по которым располагается песнопение, и каждые 8 недель, стало быть, опять круг этот замыкается, и начинается первый, второй, третий и так далее, до восьмого гласа. Это вот такой как бы малый круг. Потом есть годовой круг, разумеется, повторяется и песнопение. Ну, я имею в виду тексты, естественно, мелодическое содержание, естественно, это может быть разным. В одной церкви поют так, в другой так. Но в целом, безусловно, есть вот этот вот большой круг праздников. Скажите, а кто составил вот этот богослужебный круг, вот этот «Актоик»? Ну, одного автора выделить нельзя, ну, а кто их, считается, что систематизировал Иоанн Дамаскин, знаменитый святой нашей церкви, гимнотворец и вот большой систематизатор. А в то время, когда жил Иоанн Дамаскин, конечно, были песнопения немножко другие, то есть, я имею в виду, музыка была немножко другая, и система записи музыки была тоже другой, да? Ну, разумеется. А система записи, естественно, ноты вот эти появились, наши современные ноты, несколько веков назад, может быть, там 9-10, сейчас точно не скажу. А до этого ноты, особенно вот в восточной традиции, это точно и до сих пор в Греции, кстати, их записывают так. Они записывались специальными знаками, называются эти знаки невмы. В русской традиции они стали называться знаменами, от слова знамя, знак. Вот, и эти невмы, они иногда обозначают одну ноту, иногда они обозначают целую серию нот, они несут содержательную нагрузку в части акцента, манеры пения, там и так далее. То есть, это не просто нота, ну, ноты тоже сейчас этих подписывают, там, характер ставят и так далее. А там вот этот знак, знамя, оно обозначает целый комплекс. То есть, каким образом, манеру исполнения, да? И манеру в том числе исполнения, конечно, да. Так вот, в греческой церкви до сих пор дожила вот эта запись невменная, и греческие аутентичные хоры и исполнители, они поют не по современным нотам, а именно по своим этим книгам, по знакам. А у нас знаменный распев вот таким образом записывался, то есть, вот, знаменами. То есть, да, распев, записанный знаменами, совершенно точно. Знаменный распев. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот церковная музыка, она имеет прикладной характер, вот, то есть, она только музыка для богослужения, можно ли вообще считать музыкой полноценной? То есть, на эмоциональном каком-то уровне, чувственном уровне? Или это все-таки, вот, музыка только для произнесения молитв и музыкального, музыкальных свойств, ценностей, она не имеет? Вот, каковы? Первое, что нужно сказать, это то, что не совсем правильно говорить о музыке, предназначенной для чего-либо конкретно, как о музыке второстепенной, вторичной, неважной и так далее. Музыка, предназначенная просто для слушания публикой, она возникла совсем недавно, несколько, там, сотен лет назад. Вот, может быть, начиная с эпохи Возрождения, вот, где-то, даже чуть позже, вот, новое время, вот, до тех пор музыка обязательно служила каким-то целям. Это древние прекрасно понимали, что, скажем, есть музыка для войны, которая должна возбуждать мужественный дух воинов, должна их организовывать, побуждать каким-то активным действием против своего врага, вот. Есть гимны богам, которые должны людей расположить определенным образом, которые должны помочь им установить некий контакт, вот, с их, с высшими существами. Есть, ну, очевидно, музыка для перов, да, вот. И никому не пришло бы в голову взять музыку для перов, играть без яств, без вина, без трапезы, вот, а просто сесть где-то вот в зале концертном, вдруг начать это играть. Нет, ну что вы, она существует именно в таком, вот, бытует вот в этих рамках, вот. И в этом ничего плохого нет, это очень хорошее явление. На самом деле, такая музыка может гораздо полноценнее, вот. И вовсе это некая вторичность, конечно, так нельзя сказать. Что касается эмоционального наполнения, ну, этот вопрос очень тонкий. Музыка церковная совсем не должна быть лишена эмоций, это мое мнение. Но дело в том, что эмоции это присущие человеку неотъемлемое его качество, да, его черта, вот. И сама по себе она не является плохой, греховной или так далее. Это так же, как его физическое состав и его духовное состояние, эмоция. Чехов вот сказал, да, знаменитую фразу, что в человеке должно быть все прекрасно. Так вот, эмоции тоже должны быть прекрасны. И что же будет их делать прекрасными, как не искусство, которое, прежде всего, оно обращается к эмоциональной, все-таки, стороне человека. Вот, но с другой стороны, конечно, эти эмоции должны быть в определенных рамках. Вот, они должны быть... Почему вот и существует канон церковный? Он отобрал ту необходимую, очевидно, в том числе эмоциональную составляющую, вот, тот градус, наверное, эмоций, который не перехлёстывает, который собирает человека, да, и соединяет его эмоциональную, рациональную и физическую стороны. Вот, в этом смысле, конечно, эмоция вот важна, и важна как организованная эмоция. И при этом, я считаю, неправильно говорить о том, что музыка богослужебная – это просто вот некий комментарий или некий просто фон, который звучит. Сейчас многих телевизор, можно назвать, фоном включили, телевизор весь день у кого-то в квартире работы, знаете, наверное, да, таких людей, которые просто уже не могут без этого фона. Постоянно какой-то должен быть шум, радио или что-то включено. Нет, конечно, так нельзя подходить. Просто мне, по-моему, у Гарднера такой был знаменитый исследователь, известный очень церковного пения, он в эмиграции, правда, умер, вот, по-моему, ему принадлежит фраза, что просто пением совершается богослужение, понимаете, в церкви, вот. Ну, то есть, как бы… Вот пение – это и есть богослужение, тут нельзя разделять, вот, мы всё время хотим как-то вот раздробить, это, наверное, вот признак нашего современного сознания, которое всё пытается раздробить. Древние люди по-другому это воспринимали, гораздо более целостно, вот, а мы дробим. Так вот, пение не комментируют, конечно, пение есть богослужение. Ну, знаете, даже есть такое выражение, душа поёт у человека. Вот, 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 вот что-то здесь, да, поэтому тут тоже нельзя говорить о вторичности. Тут именно вот это сочетание ритма, мелодии, текста, вот этот синтез, вот, он важен. Так что я бы не говорил о вторичности какой-то церковного пения, это слишком такой рационализирующий и упрощённый подход. Понятно. А вот есть некоторая связь между народным пением вот той или иной страны и церковной музыкой? Ну, безусловно, если говорить о старинной, ну, или канонической церковной музыке, да даже и в новейших композиторских сочинениях всё равно, естественно, вот каждый композитор принадлежит какому-то народу. Очень трудно, наверное, от этого оторваться, как от речи родной. И вот эти интонации, они в музыку переплавляются. И родство очень близкое существует. И это хорошо. Хорошо. Ну, давайте мы послушаем народную песню в исполнении вашего коллектива. ПЕСНЯ 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 Вы знаете, вот часто в современных храмах, таких особенно больших, столичных, например, в храме Христа Спасителя, можно слышать церковную мозгу совершенно другого характера, очень далекую от народной. Можно слышать пение бельканта, солистов, вот как бы хоры, то есть концерты, церковные такие концерты. Откуда появилась такая традиция? Откуда она пришла? ПЕСНЯ Ну, с Запада пришла. Что уж тут ответ на поверхность. Греха таить, да. ПЕСНЯ Да, что греха таить. ПЕСНЯ Ну, многие говорят, что со времен Петра очень серьезные западные влияния на Руси возникли. Но даже еще раньше. ПЕСНЯ Просто они были несколько иные. Ведь при царе Алексея Михайловича, отце Петра, на Руси в большой моде были польские манеры, польские одежды, польская музыка. И как раз вот первые такие протестные песнопения, они скорее носили польско-украинский характер. Потом, уже в имперский период, после Петра, ну, очевидно, что солнце у нас стало восходить на Западе. И, кстати, об этом я вот недавно сейчас купил и перечитываю дневник писателя Достоевского. Он очень много об этом пишет. И, конечно, с большой критикой о многих петровских реформах. Не обо всем, но о том, что стыдно стало быть русским человеком, а стало быть стыдно и русскую музыку, наверное, петь и так далее. То есть вот мода на все западное, тогда считались лучшими и наиболее продвинутыми музыкантами итальянцы в Европе. Стало быть, нужно взять оттуда. Ну, Березовский, Бортнянский. Да, они и учились в Европе. Мы уже знаем, что тот же Березовский учился у одного учителя с Моцартом. В Болоне. Да, в Академии музыкальной. И мода на вот эту итальянское пение, она была довольно долго. Потом мы испытали влияние немецкого хорала и так далее. И вот это все тянулось вплоть до последней четверти 19 века, когда наступил какой-то такой русский ренессанс. Наступил он не только в музыке, он и в живописи, и в литературе, и в других видах в архитектуре. В царствовании Александра Третьего, Николая Второго, вот это наступило. Да, примерно в эти времена. Ну, конечно, процесс подспудно раньше подготавливался. Раньше подготавливался. Ну, тем не менее, в композициях не только церковных, ведь, скажем, тот же Мусоргский не случайно появился, а вообще могучая кучка с таким своим отношением к почве русской. Странно, что в Петербурге, не в Москве, казалось бы, в таком русском городе, а именно в Петербурге возник вот этот музыкальный кружок. Но если говорить о церковной музыке, то это именно в Москве такая мощная школа возникла, композиторов, которые были связаны с синодальным хором. Вот, это и Смоленский, это Хрегин был Орлов, это Чесноков, это Кастальский. Я вне временного порядка называю. Это, безусловно, и Рахманинов, который написал, может быть, не так много духовных беснопений, но у которого церковные мотивы пронизывают и не церковные сочинения, а фортепианные концерты, скажем, или последнее его завещание, это музыкальные симфонические танцы, в которых звучит воскресный тропарь, благословенный Си Господи, в третьей части. Давайте послушаем сейчас музыку Чеснокова, у нас есть ваша запись. Хорошо, только это обработка Чеснокова киевского распева «Воскресение Христово видевшее». Песня «Воскресение Христово видевшее поклонимся с родному Господу Иисусу, и святая Господи, в третьей части. Песня «Воскресение Христово видевшее поклонимся с родным Господи» Песня «Воскресение Христово видевшее поклонение с родным Господи» Песня «Воскресение Христово видевшее поклонение с родным Господи, в третьей части. Песня «Воскресение Христово видевшее поклонение с родным Господи» 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 Звучит песня. Звучит песня. Я думаю, что появление этих распевов связано с каким-то возрождением, которое, правда, не достигло, может быть, из-за известных событий исторических своего пика, возрождением монастырской жизни, наверное, которая, опять же, может быть, к концу 19 века. Я не историк монастырских преданий, не могу точно сказать, но, наверное, искусство просто так не появляется на пустом месте. Обязательно ему предшествует какое-то вот духовное движение для того, чтобы родилось это искусство. И вот эти, я назвал бы это побегами, которые, да, вот старый наш знаменный распев уже на местах. Могучими деревьями эти побеги не стали, но вполне-таки симпатичные расточки пробились, да, напев в Оптиной пустыне, напев в Глиинской пустыне и так далее. Они связаны определенным образом каким-то генетическим родством с нашим старинным знаменным распевом, но, конечно, они уже скромнее гораздо, они не так развиты, в общем, представляют собой некий род упрощения все-таки, надо сказать, знаменного распева. Но, тем не менее, это действительно музыка, которая хорошо подходит к богослужению, которая помогает людям молиться, а это, в общем, главная, конечно, функция музыки в церкви. И, таким образом, монастырские распевы, которые сейчас очень употребимы, это был, да, определенный этап в развитии, в движении нашей церковной музыки. Скажите, пожалуйста, а вот в современной церковной музыке какие наблюдаются тенденции? Вот есть какие-то новые композиторы, какие-то новые подходы или просто возвращение к старым? Ну, море себе великое и пространное. У нас, как 20-й век стал веком поле стилистики, так я не вижу каких-то сейчас движений в другую сторону. Все, что угодно можно сейчас услышать и увидеть. Это хорошо или плохо? И новые композиторы. Ну, так есть. Значит, это хорошо, наверное. Значит, это хорошо. Да. Дело в том, что попытка унифицировать абсолютно церковную музыку, которая была предпринята при Николае I, она, в общем, провалилась. Книги-то были напечатаны, но я не думаю, что вся Россия придерживалась строго одобренных цензур и каких-то песнопений. Церковь наша не живет так. Это, может быть, у католиков можно все построить, все разложить по полночкам. А у нас церковь скорее напоминает не здание, а дерево, растение. Оно такое более гибкое, более живое. Ну, невозможно его вот все время, понимаете, стричь. И нет. Так что я думаю, что это правильно. В церкви далеко не все уместно, скажем. Вот концертирующий стиль, я думаю, он уместен на концертной сцене. Вот. И какие-то песнопения неуместной церкви с удовольствием исполнил в зале для публики. Вот. Это хорошо. Так же, как и искусство. И вот я уже говорил о всеначнем обдении Рахманинова, да, великая вещь, безусловно. Но она настолько, так сказать, значительная и самодавлеющая, что она именно по этой причине, вот я ее плохо представляю себе в богослужении, слишком значительно. Она уже подавляет с собой все, понимаете. Вот. А в зале, конечно, замечательная. А вот у вас 29 апреля будет какой-то концерт, да, благотворительный. Да. Ко мне обратилась группа инициативная, по-моему, общество по сохранению исторической памяти, называется, и попросили вот спеть хором концерт с целью собрать какие-то деньги с билетов и деньги эти направить на восстановление памятников архитектуры, церковной архитектуры. Я не помню сейчас, где храм этот находится. А храм в Серемошонке? Храм Александра Невского, да. Причем совершенно уникальный храм, уникальная архитектура. Я увидел, да, потом этот храм. Ну, вернее, сначала я одобрил идею. Мы сказали, что да, конечно, мы споем концерт, давайте займемся этим делом. Мы, конечно, не меценаты, вот, люди, мы не богатые, мы люди в культуре сейчас, конечно, я думаю, у нас в такой серьезной, не поп-культуре богатых людей немного, но мы с удовольствием благоделу поможем, вот, а концерт, ну, он будет состоять из разных, конечно, направлений, не только духовная музыка прозвучит, будет европейская классика, будут и народные песни, и казачьи, вот, 29 апреля, так что мы ждем тех, кто желает послушать хоровую музыку, а при этом еще и помочь немножко финансово восстановлению замечательного нашего храма, с удовольствием в филармонию приглашаем. И, может быть, это будет начало новой традиции, вот, этих благотворительных концертов, вернее, не начало, а возрождение древних традиций. Я думаю, что уже до нас начали это возрождать, мы просто входим, как бы, в уже существующую традицию, вот, и другое дело, что мы готовы продолжать вот эту традицию и помогать таким добрым делам и начинаниям. Ну, вообще, вот, в 19-м, начале 20-го века в развитии русской музыки, в финансовом развитии, в большую роль играли благотворители. Частный опера Савва Морозова, да, барон фон Дервис, который финансировал музыкальное общество, да, фон МЭК, который помогал Чайковскому, и так далее. И вот у нас на Калужской земле тоже были такие замечательные благотворители. Мы увидим сейчас фильм, небольшой фильм о Калужском городском главе Цыпулине. Ну, а мы с вами тогда попрощаемся, да, всего доброго, поблагодарим нашего гостя. Большое спасибо, Вадим Игоревич, что выбрали время в своем жестком графике и пришли к нам в студию. Спасибо. 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 Спасибо.